Кандидат в мэри, давайте, думаю, ему, может быть, хорошо. Я с удовольствием слушаю. Здесь не было сказано ни одного глупого слова, но понятно, что программы практически всех людей, которые идут в мэри, либо в партии, которые пытаются упасть. Киевсовет примерно одинаковый, потому что если врачи стоят над больным, которым у нас сделают операцию на аппендицит, никто не пытается делать это через задницу или через голову. Надо сделать надрез с правой стороны наискосок, достать, зашить и выходить. Главное вовремя. Да, главное вовремя. Чтобы не воспалился. Но я начну с анекдота такого внутрикового, когда внук подошел к старому дедушке портработнику, говорю, дедушка, какая номенклатура? Дед говорит, объяснять очень долго, я на примере покажу. Видишь, миска с варениками. Часть вареников лежит внизу в масле, часть наверху она уже чуть подсохла. Я сейчас ее подбросил, видишь, те, что в масле, они сейчас будут подсыхать, а те, что сверху, они попали в масло. Так номенклатура это не те, кто в масле, а те, кто из миски не выпал. Мне бы хотелось узнать, когда в 2012 году вас всех выбирали в Верховный Совет. У кого из вас было в программе хотя бы маленький пункт со сносочкой, что вы собираетесь нарушить контракт, который вы заключаете со своими избирателями, и пойти в Киевсовет. Мы вас выбирали на пять лет в Верховную Раду Украины, выдавали присягу депутата, вот так выглядит. И есть Конституция Украины, которая говорит о том, что депутатские полномочия это пять лет. Может быть у нас сейчас какие-то особые условия, вы там сумеете их в Раде хоть что-то сделать, чтобы объяснить людям, каким образом, не соответствуя тому, на что вы шли в 2012 году, 28 октября, вдруг станет былью, когда 25 мая в Киеве пройдут выборы мэра. Майдан стоял не для того, чтобы на смену одной преступной группировки во власть пришла другая преступная группировка. А Майдан вышел не за политиков, не за евроинтеграцию, не против Януковича, не за Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Тегнебока. Люди вышли против неуважения к себе, и они устали от брехни, которая постоянно льется на нас из телевизора. И есть ощущение, что те люди, которые попали в небесную сотню, так получилось. Если бы не знали, чем это все закончится, возможно, они бы даже не приезжали в Киев из своих домов. Я знаю наверняка, что Киеву, безусловно, нужна очень серьезная команда людей. Не один человек. Это может быть Катеринчук, это может быть Кличко, это может быть Бондаренко, Лоси Арабец, Дарт Вейдер. Но надо понять, с какими людьми вы пытаетесь туда зайти, кто, за какие позиции отвечает. Потому что отсутствуют в природе люди, которые одинаково хорошо разбираются в канализации, в транспорте, в милиции. Я в этом очень неплохо разбираюсь, потому что служил в отряде милициального назначения. Я понимаю, что за 4 месяца вы милиционера не подготовите даже муниципального. Это время, которое он должен провести, как минимум, в учебном центре, чтобы хотя бы получить доступ к ношению оружия. И все очень непросто. И вот этот год и 4 месяца, про который я говорил садовой, про который мы все понимаем, говорит о том, что первое, нам надо совершенно четко прекратить коррупцию и откаты. Для этого 3-5 чиновников, как это было в Сингапуре, должны громко сесть. То есть, возможно, первый процесс будет у Шустера в студии. Причем, если на пути процесса, в конце которого будет, собственно, срок, Алексей, где главная сфера? Всплывет следователь, всплывет судья, всплывет прокурор, который хотят получить деньги и отмазать. Значит, чиновник поедет на голубую зону, а следователь, прокурор и судья на красную. Эти зоны у нас есть. И они остро нуждаются в людях, которые ничего не умеют. Хочешь зарабатывать деньги, иди в бизнес, пытайся рисковать, зарабатывай деньги там. На самом деле, любой чиновник, который приходит во власть, это не человек, который может заехать во власть на Шкоде и Октаве, а уехать оттуда на Ауди А8 или на Мерседесе. Это люди среднего уровня достатка, которые никогда не будут получать столько же, сколько спортсмены, музыканты, художники, какие-то невероятно талантливые ученые. Это люди, которые... Это обслуживающий персонал, который дает возможность жить 4 миллионам людей, которые живут в Киеве, либо приезжают сюда на выходные, ищут себе здесь счастливую жизнь. Мы должны прекратить строительство огромных бизнес-центров в городе, из-за которых пробки невозможно проехать. Мы должны объединить в общую систему общественный транспорт для того, чтобы это все ходило, как в той же Германии. Когда ты понимаешь, когда ты сел в метро, в Убан, в Эсбан, в автобус, ты попал туда, куда тебе надо вовремя, и этим должны заниматься люди, которые получают зарплату, и мы четко понимаем уровень доходов, которые они получают, и расходов в конце года. Если эти уровни доходов и расходов не совпадают, человек садится в тюрьму. Судебная ветка власти – это то, что сейчас значительно важнее, чем президентский. Значит, предложение начать показательного процесса. Да. Есть две системы. В Китае, например, расстреляют. В год расстреляют не меньше тысячи чиновников, коррупция не исчезает. Есть другие страны, где система построена таким образом, что у этого чиновника нет возможности. Николай, вы же не первый год в Ухвалной Раде. Почему вы не построили такую систему? Есть две разные вещи. Потому что мы были всегда в оппозиции. Если вы пометили, когда мы встречались с вами на Майдане, вы же там не сказали, что это злочинная влада, которая прийдет на смену и других злочинных владей. Я вообще на Майдане не кричал про злочинную владу. Вы же пели, мы там стояли, выступали все вместе. У нас там не было различий. Было дело пел, было дело не пели. Знаете, вы все правильно говорите, только есть такое слово компетенция. Для того, чтобы там сформировать эти приоритеты, например, год занимался этим вопросом, изучал опыт Таллина, Вильнюса, Риги, Софии. Знакомились с их командами, с мэром. Кстати, нигде нет хозяйственников. Например, мэр Софии, это директор школы, она баллотировалась. Да, мэр Лондон, это журналист. Мы туда не доходим. Но у них были такие же вопросы, как и у нас. Особенно жилищный фонд устарел. Если тут непонятная стоимость коммунальных тарифов, были монополисты свои, братья черные, кстати, выкупили водоканал и Киевэнергия диктовали свои условия городу. Потом отверлили их в уголовные дела, повгоняли, отплатили им деньги, повгоняли их оттуда. У нас уголовные дела возбуждают новая власть в отношении старой власти. Вот когда мы увидим, вот что такое показательный процесс? Когда действующая власть покажет вот это, высокопоставленный чиновник, он взял взятку, и мы его привлекаем к ответственности, вот тогда это действительно, мы можем говорить о том, что начинает что-то в стране меняться. Потому что сажать надо своих и самых близких. Еще один момент. Если они повелись на наживку и крючок, вот и все. Алексей, Сергей. Без разницы, из какой власти это человек, сколько времени. Алексей, мы только сейчас не знаем, кто свои и самые близкие. Вот, Савик, как раз я это хотел сказать. Очень сложно попытаться открыть даже мойку закрытого типа, попытаться получить разрешение на землю, где тебе предложат принести 200 тысяч долларов, дать эти 200 тысяч долларов, и чиновник уже сидит. Вы спросили, какие сферы коррупции в Киеве, да? Я 5, сразу назову. Си. Си, это да, земля, строительство, обеспечение здравоохранения, прокуратура, милиция. Добрый день, здравоохранение. Пока вы не скажете, что у нас до сих пор гуляют по метро жетончики неучтенные, пока вы не поймете, из-за чего чуть не захлебнулся в мусоре Неаполь, когда мусорщики это очень серьезные люди, которые влияют на любой город, и самое главное... Я сказал первые 5. Не допустить там... Мы обречены с этим бороться, и здесь ответ на вопрос Алексея, который поднял. Сегодня Киев требует реформ. Реформы, безусловно, будут требовать изменений в законах. И вот на этот период, может быть, на эти условные 500 дней, необходимо будет все-таки обеспечить связь Киевсовета с Верховным Советом, иначе мы эти реформы для Киева не проведем. И, может быть, здесь слова Андрея Садового, что он надеется, что мы объединимся. Да, мы все разные. Мы даже в партии регионов разные. Вы думаете, мне не было обидно, когда меня в 2010 году, министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, поменяли на балогу, потому что для большинства нужны были его депутаты. Но это еще не означает, что мы от чего-то отрекаемся. И сегодня, слава богу, 100 дней прошло. Мы все меньше говорим про предыдущиков, и это хорошо. Мы сегодня должны найти тот консенсус, который поможет государству, подчеркиваю, выйти из кризиса. И в данном случае Киев мает быть срочком, за которым пидется держава. Потому что только сильный, единый Киев, подкреслю, единый Киев, может стать прототипом единої края. А у нас сегодня, на жаль, мы змушаем конституировать де-факто, что у нас не единая края. И нам много, что нужно будет сделать, чтобы повернуть до доверия, до Киева, как политического центра. Сейчас непонятно, страной какого размера. И мы можем это сделать. Киев стать мотором объединения всей страны и примером. Сейчас непонятно, столицей страны какого размера будет Киев через 1-2-3-3-3-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Но, Алексей, так нельзя говорить. Вы должны сделать все, чтобы в рамках сегодняшней границы. Я хочу сказать, что вот этот Киевсовет должен быть последним, который выступает в составе 120 человек. В Киевсовете должно остаться максимум 40 депутатов. И мы должны делегировать возможность с районом, выбирать свои районы, где будет по 10 человек. А я категорически не согласен с тем, что надо объединить должность представителя КМДА и мэра. Потому что на должности представителя КМДА может быть то, что в Ранске называется префект. Человек, который может контролировать, насколько то, что происходит в городе, совпадает с тем, чего требует Конституция и действующие законы, подать какую-то бумагу в суд. В течение 15 дней это либо подтвердится, либо не подтвердится. Но нам не надо 120 депутатов Киевсовета, куда лезут. Тысяча человек сейчас выбирается на 120 мест. Тысяча пятьсот. Тысяча пятьсот.